Друзья, я долго не хотел комментировать ситуацию, которая происходит в Екатеринбурге. Но мы видим, что сгнила вся система власти. И наше общество разделили на классы. Класс буржуазии появился у нас, олигархов, класс рабочих и крестьян. И еще один класс нарисовался у нас, класс попов. Причем я не против церкви, я сам православный, но я верю в Бога. И я помню, что написано в Библии. В Библии написано, что труднее верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попу попасть в царствие небесное. И поп Гундяев, который возглавляет РПЦ в России, нам наглядно это доказал. Опозорив нашу веру православную, мы требуем, как народ, замены таких попов на достойных. Либо церковь, потерявшая свои позиции, потеряет их вовсе. И я преклоняюсь перед такими людьми, как Сергей Радонежский, которые не в центре года себе строили хоромы, а уединялись в лес, в скит и жили в этом скиту. Они даже не готовились в еду, а питались тем, что дает Мать-Природа и Бог-Отец, создавший ее. Это, естественно, просветляло их разум, открывало их возможности, потому что нахождение на природе, в скверах, очищает сознание. Люди слушают пение птиц, наполняются радостью и по-настоящему общаются с Богом, потому что птиц, деревья, цветы создал Отец Вездесущий. А вот это строение, которое хотят построить посреди божественного сквера, из мертвого бетона и железа, как я вспомнил анекдот, стоит святой, плачет возле храма. К нему подходит Бог, спрашивает, «Ты почему плачешь?» Говорит, «До меня в храм уже два дня не пускают. До меня туда уже десять лет не пускают». Поэтому я понимаю тех людей, которые, я уверен, тоже верят в Бога. Но они интуитивно чувствуют, что в творениях божественных, в деревьях, в цветах, больше Бога, чем в этой рухляде, которая развалится через сто лет. И в этих толстых попах, которые пьют, гуляют, катаются на дорогих машинах за счет прихожан. Я помню, Библию читал внимательно. Был такой момент, когда Иисус пришел в такой вот храм, который хотят построить в Екатеринбурге. Начал переворачивать столы и выгонять оттуда этих книжников и фарисеев. Но Он пришел не один, пришел с народом. И первосвященники испугались. А Иисус сказал, Почему вы в доме отца моего устроили базар? Продаете здесь свои иконки, свечки? Я думаю, сейчас бы Он сделал то же самое. Еще бы добавил, почему вы за деньги освещаете машинки олигархов, за деньги венчаете? Почему же вы стали такие продажные? И почему вы идете против своего народа? Да, и конечно, наша Поповская Церковь в данной ситуации показала истинное свое лицо. Вот она и суть. Но вернемся к теме. Люди подсознательно чувствуют, что в этих живых творениях Бога, в этом парке, в этих деревьях, больше вездесущего Творца, чем в этом мертвом строении за несколько миллиардов украденных у народа. Поэтому люди и вышли отстаять свое. У нас в городе выходили отстаивать свое. И люди будут выходить. Я хочу на месте в церкви золотой златоуст построить секвер. Я горожанин, я хочу. Ну давай мы будем с тобой спорить сейчас об этом. Нет, а зачем спорить? Я просто говорю, я на сверх с храмом, церковь. А вы говорите, я просто заскну. А я наоборот... И построим часовню. Мы все сохраним. Вы же понимаете, этот спорник к чему не приведет? А если мы проведем некое голосование, наверное, это будет справедливо. Мы говорим о том же с тобой. Справедливо же. Понимаете, ребята, я с вами согласен, но только верующих гораздо больше, которых проговорили. Я тоже верующий. Это не факт, это ваше вождение. А я скажу, я скажу, что язычников гораздо больше. Вот прям миллионы людей. Сейчас люди объединяются все больше и больше. Просто на улице кто-то крикнет где подняли на 2 рубля бензин. Народ вышел, разбомбил полгорода. И цены опустили на бензин. И уже не только цены опустили, а выполнили все требования народа. И на стране то же самое происходит. Народ набирает силу. Люди вышли протестовать против строительства этого храма. Хотя храм Божий, как говорил Иисус, внутри каждого из нас, тело человеческое это и есть храм. У него даже есть такая фраза, я разрушу этот храм. В течение трех дней создам новый храм. И когда его тело уничтожили, он с помощью своего духа исцелил это тело. И встал. В этом ничего сложного не было в то время. Почему наших волхвов уничтожали? Почему богатырям головы отрубали? Еще подальше головы относили. Потому что вот это все, что в сказках описано, полили мертвой водой, потом живой водой. Голова приросла. В этом нет ничего сложного. Сверхвозможностями обладают новые дети Индии, за которыми охотится спецслужба. И паранормальные явления. Это нормальные, божественные возможности человека, который живет в нормальной, естественной среде. и гуляет вот по таким вот прекрасным паркам, где поют птицы, где растут прекрасные яблони, которые как раз зацвели в Екатеринбурге, в парке, которые отстаивают народ. И волнения эти не остановятся, а усугубятся, пока не будет выполнено требование народа. А оно будет выполнено. Поверьте. Уже и Путин услышал, сказал, что надо провести голосование в интернете. Но мы знаем, как такие голосования проходят. Голос дети доказал это, когда дочка олигарха и ОЛСУ заняло первое место. То, когда народ опять в интернете поднял волну негодования, пересчитали, пересмотрели, оказалось, ах, накрутки произошли в интернете. Так и сейчас, как они хотят провести голосование в интернете? Если нету веры этим голосованием и накруткам, проще же было провести референдум, поставить наблюдателей. Либо, если проводить такие, голосования, то должно быть несколько независимых сайтов, на которых происходит голосование. Но обмануть сейчас невозможно народ. Тут должен быть независимый сайт. Примерно как госуслуги. Не просто там смски кидают с разных телефонов. Олигархи покупают по тысяче симок и заставляют своих рабочих голосовать. А такой сайт примерно как госуслуги, где каждый заходит в свой кабинет, вводит свои данные и только после этого можно проголосовать. И все голоса должны быть прозрачны. Когда я проголосовал, и я должен быть уверен, что мой голос не изменили внутри сайта, зайдя в другого компьютера, я должен увидеть список проголосовавших, увидеть себя в этом списке, увидеть, за кого я проголосовал. То есть, должно быть открытое голосование. Тогда невозможно будет совершать накрутки. Когда все открыто, и мы все видим, кто за кого проголосовал, а зачем вот эти нужны тайные голосования за президентов, для того, чтобы можно было накручивать потом. Мы будущее страны выбираем, мы должны открыты быть, мы должны видеть, кто из-за кого проголосовал, и не изменили или мой голос. И все не нужно будет тратить миллиарды на выборах, где подкупают наблюдателей, как правило, это учителя и администрация, которая пугает их увольнением. Поэтому пока не будет наведен порядок в этой сфере, никакие независимые голосования в кавычках не решат этот вопрос. И сейчас мы на лицо увидим, как самосознание народа поднимается. Народ начинает видеть, где его обманывают. Народ сам решает свое будущее. Куда ему ходить в платный храм, железобетонную коробку, в которых мы и так живем, или на природу, в храм Отца нашего Всевышнего, где поют живые птицы, распускаются живые цветы, где цветут настоящие яблони. Победа будет за нами.